Украинцы, посмотрите, кто вами управляет. Откуда он, имеется в виду Зеленский, берет деньги? Ты имеешь в виду то, что Украине деньгами сейчас помогают Соединенные Штаты Америки? Конечно, да, да, да. Помогает. Хорошая помощь. Кто помогал Советскому Союзу, когда он воевал против... Ты имеешь в виду Ландлис? Вопросов нету, вообще никаких вопросов нет. Нет, тут я... Это бессмысленно спорить даже. Я скажу тебе больше, мы без Америки бы не выиграли. Я абсолютно в этом уверен. Если тогда США помогали Ландлизам Советскому Союзу, которые боролся... Они когда начали помогать? Подожди, дай это говорю. Помогать Советскому Союзу, который боролся с агрессором, с гитлеровской Германией. Сейчас Америка помогает Ландлизам стране, которая борется с Россией. Может быть, причина тогда не в том, что Америка какая-то плохая страна, которая всегда думает о том, чтобы нас уничтожить, а о том, что агрессор просто поменялся? Нет. Ни хрена. Я сейчас прям... Фух, я не хочу этими тезисами с телевизора говорить, я прям их слышу. Смотри, значит, что касается Великой Отечественной войны, когда... Ну, если у тебя такие обширные знания, ты готовился к этому интервью. Когда начали помогать американцы, Ландлизам, что называется, России, после перелома, когда они увидели, кто начинает проигрывать. Скажи, пожалуйста, американцы не помогали Гитлеру? А американцы помогали России сейчас? Американцы что-нибудь сделали для того, чтобы предотвратить это? Американцы хоть что-нибудь сделали для того, чтобы остановить это? Уже хорошо началось остановить. Ты же понимаешь прекрасно, что это можно было остановить в первый день? Как? Сесть за стол переговоров. Сказать, стоп, ребят, давайте договариваться. Нет, мы будем воевать. Чем мы будем воевать? Ну, Украине реально нечем было воевать. Советским вооружением? Пришла Европа, пришла Америка. А Америка, ну вот из всего того, что я сейчас вижу, как Америка дергает за ниточки, и, ну, Байден, окей, хорошо, это там и смех, и грех, как говорится. Я про него не думаю. Но я думаю, что есть другие бенефициары реальные, которые управляют всем этим не хаотичным кризисом. Так вот, скажи мне, объясни, Юр, просто, да, вот сейчас я тебя не пытаюсь загнать ни в какой тупик, я просто задаю тебе простой человеческий вопрос. Почему в первый день войны, в третий день войны, нельзя было сказать, стоп, ребята, остановитесь, давайте, чтобы не умирали люди, давайте сядем и договоримся, чего вы хотите? Хоть бы кто-то с той стороны задал простой вопрос, что такое деноцификация, и это, остановитесь, скажите конкретно, что вы хотите, чтобы мы вот этих ребят УПА ликвидировали, или АЗОВ ликвидировали, что вы хотите? Ну вот объясните мне. Почему ты делаешь такое лицо? Я не понимаю. И я не понимаю. Кто должен был это сказать? Это должны были сказать с той стороны. Все стороны, еще раз, тот условный западный мир и отдельные его представители пытались Путина отговорить от начала войны. И до, и до, и Макрон прилетал, и Штольц сидел, и по телефону разговаривал, и все остальное. Что значит, они не пытались его переубедить? Что ты говоришь? Может быть, Путин отказывался просто и не давал себя переубедить? Слушай, давай так, ты реально считаешь, что Путин сошел с ума? И нет, ну мне хочется понять просто. То есть если мы с этой точки зрения разговариваем, тогда мне вообще тебя переубедить будет невозможно. Ну, то есть даже аргументированно, я так скажу. То есть ты считаешь, что мы имеем дело с сумасшедшим человеком? Ты считаешь, что Владимир Путин хочет просто забрать себе территорию всей Украины, или там до Днепра, или до Киева, или, не знаю, вот эту вот Днепр, Херсонскую область, Запорожскую область, не Днепр, а Донбасс и Луганскую область. Просто забрать для того, чтобы это было. У нас своих-то проблем нет, нам еще кормить надо. Правильно? Или там великие несметные богатства, без которых мы прожить не можем. Ну, просто объясни мне, пожалуйста. Мне кажется, Владимир Путин ответил на этот вопрос. Когда он наступал, сказал, что у нас наконец-то Азовское море стало нашим. Еще Петр Первый об этом мечтал. Ну, чего ж там, грех отойти. Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезная вещь. Это надо обустраивать. Петр Первый еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. Окей. Ты спросил, Путин хочет завоевать Украину, а я тебе говорю, он 30 сентября присоединил территории, и теперь в учебниках географии, истории, твои дети, дети других граждан России будут это изучать. А во-вторых, он сам сказал, что Азовское море теперь наше, и еще Петр Первый об этом мечтал. Я не буду тебе отвечать, что я думаю. Я тебе просто факты перевожу, и они, мне кажется, гораздо выразительнее любых моих мыслей. Потому что с фактами не поспорить. Безусловно, да. Но я, наверное, просто тогда, как человек, надеюсь, разумный, не могу в это поверить просто. Ну, потому что это какая-то несуразица. Но несуразица, я тебе скажу, вот во всей этой истории, да, все. Потому что, я еще раз повторю, а мы, Россия, победили, когда что?